Уже тут же приходит негодность местами, причем знаки не установлены даже, видимо, из-за того, чтобы не показать, что дорога новая, аварийная уже местами. И хотелось бы знать все-таки на перспективу, какие мероприятия планируются, чтобы, во-первых, выявить все, что есть. У нас была встреча председателя комитета с губернатором. Я предложил Вячеславу Ивановичу, в случае, если он согласится проехать по трассе Реды Гыванина в апреле-май этого года, он согласился, что поставит вопрос на контроль. У нас сегодня нет понимания, все-таки, как предприятие ваше будет в этом направлении работать. Жалоб от населения очень много. Второе. Поставьте на контроль, пожалуйста, трассу от поселка Солнечный до поселка Горный. Там тоже есть мостовые переходы. И как бы там ни случилось, что таких же инцидентов, как на трассе Комсомольск-Хабаровск, когда был провал, население тоже уже обращает внимание на этот участок дороги. Спасибо. Но главным образом, что мы увидим в следующем году от вашего предприятия? Качество работ, как мы уже говорили, оставляет желать лучшего. Это все понятно. Я с этим полностью с вами согласен, что над этим надо работать. И вот что касается Нида Гаванина, буквально только, так сказать, приступив к исполнению обязанностей, вот такая вот стопка от сотрудников ГИБДД, где запотографированы сети мостовые переходы, отсутствие поручней, оградительных и так далее и то подобное. Я провел совещание, и сегодня уже такая же стопка фотографий с устраненными, так сказать, недостатками пойдет в адрес ГИБДД. Но это далеко не все то, что можно было бы сделать и что еще надо сделать для того, чтобы дорога соответствовала хотя бы элементарным, так сказать, требованиям, вопросам безопасности всех участников дорожного движения.